Добрый вечер, а мы продолжаем рубрику, которую мы давно не трогали на нашем канале по причинам. Вот, были сделаны кое-как, проведена кое-какая работа над ошибками, и ну вот посмотрим, как бы будем ошибки делать дальше, но уже новые. Я потерял, как я уже там говорил, я восстанавливаю потихонечку, это вручную, пришлось переписать. Потом, я думаю, что нам все-таки нужно будет пройтись по нему и более красиво его оформить, потому что текст корявый, я стараюсь так его составлять, чтобы были довольно простые какие-то слова-выражения, чтобы голова кругом не шла от этого. Ну и, конечно, если вы будете что-то похожее писать для теста, например, там код IELTS или что, то это не совсем, не совсем, то есть давайте скажем, что это разговорное письмо, ну или грубо такое какое-то общеповествовательное. Я не знаю, стиля здесь как такового нет, поэтому, боже упаси, хоть не используйте это как пособие для сдачи экзаменов или что-то такое, просто для упражнения в письме. Я думаю, что могут даже люди, которые совсем новые в английском, хоть немножечко участвовать, хотя бы понимать, как вот, как я вижу этот процесс, как я его себе представляю. Сейчас у нас четвертый абзац, взяли мы его из какого-то сайта, я забыл, у меня, как бы я ссылался на него в предыдущих видео, все оттуда же. То есть спасибо, что любезно предоставили нам эту информацию. 20 тысяч льет под водой, в данном, сейчас мы остановились как раз на том, что вот все было под водой, то есть они жили на наутилусе, кто-то пытался сбежать, кто-то пытался отправиться в кругосветное увлекательное путешествие. А мы с вами отправляемся в не менее увлекательное путешествие, словесное. Поехали. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Какая-то музыка фоновая. 20 тысяч льет под водой. Давайте попробуем так же, как мы раньше делали. Этот абзацик короткий, в принципе. Поэтому, я думаю, может быть, быстрее мы его пройдем. То есть давайте возьмем, давайте вот так вот, вот это возьмем. За все время путешествия. Давайте прочитаем весь. За все время путешественникам пришлось столкнуться с множеством опасностей. И кровожадные туземцы, и нападение акул с гигантскими кальмарами, и разрушительные штормы. Во время одного из таких штурмов, наутилус был выброшен далеко от берега. Тогда же мореплаватели нашли место крушения мстителя, легендарного судна французской революции. Вот этот абзацик мы с вами и переведем. Ну, постараемся проще. То есть простота, наша цель, простота, то есть то, что бы мог делать каждый. Значит, давайте теперь эту часть. Как мы делали раньше, не знаю, хороший это подход или нет, но будем продолжать, пока не появятся какие-то новые идеи, как это улучшить. Значит, время, давайте, time. Слышно клавиатуру так. Travelers, путешественники, да, путешественникам. Ну что, had to. Давайте, have to, пока еще не знаем, какое время. Ну, мы пишем все в прошлом, да, у нас, мы изначально начали писать, как так повествовать, assumed, spotted, denied. То есть все было в прошлом, так и продолжаем в прошлом. Ну, вот have to тоже сделаем в прошлом. Столкнуться, face, encounter. Ладно. Да, я вижу с печатанием. Ну, это уже потом поменяем пока. Прошу прощения и терпения. Множеством опасностей. Нумерус, как-то тоже. Ну, давайте хотя бы danger скажем. Давайте пока хотя бы вот это сделаем. За все время путешественникам пришлось столкнуться со множеством опасностей. Значит, что у нас получается? Им пришлось, то есть такого мы, по-английски так выразиться не получится. То есть, ну, вот have to, поэтому у нас здесь. Значит, они, будем так активный, активный залог, не знаю, как это правильно. Значит, они, ну, были вынуждены или им пришлось. Значит, давайте здесь мы это так и совместим. За все время. Whole time, the entire time. За все время. The entire time. Ну, можно так. Tenure. Entire time. They were at sea. То есть, надо будет там что-то добавить. То есть, ну, дословно мы переводить не можем, иначе будет вообще плохо очень. Я думаю, что это придется нам. The entire там чего? Время чего? Ну, ну, давайте уже, раз мы понимаем, что в прошлом времени. Had to. Кстати, не особо я had to. Ладно, потом оставим. Это тоже. Face danger. Encounter danger. Уже, как бы, не очень будет. Но face danger. Кстати, так и уберем этот encounter. Я думаю, нормально. Face. Это будет у нас глагол, да? То есть, two face danger. Danger. Не, ну, не лицо опасности, а, как бы, с... Столкнуться лицом к лицу с опасностью. Значит, to face danger. The entire time travelers had to face... Смотрите, как у нас уже сходится. Had to face danger. Many types of... Так, many times. Смотрите, со множеством опасностей. Но, может, нам лучше сказать... То есть, они столкнулись с опасностью много раз. Had to face danger many times. Давайте так напишем. The entire time they were at sea... О, это нормально, как бы. Даже... The travelers had to face danger many times. Давайте не had to face. То есть, had to face, как были вынуждены. А там именно такой офигас. Прямо, ну, то есть... Я не знаю. В принципе, нормально. Had to face danger, потому что они, как бы, куда-то там стремились. И на их пути им пришлось, вот, пройти сквозь эту опасность. Но, давайте просто had faced. Имеется в виду past... Perfect. Не буду больше вот так, как бы, кривляться. Но... Had... The travelers had to face... The entire time they were at sea, the travelers... Ну, или... The entire time the travelers were at sea, they had to... Короче, один будет the travelers, один будет they, да? Чтобы чуть-чуть, чуть-чуть, как-то change it up a little bit. The entire time they were at sea, the travelers had faced danger many times. Time и times тоже здесь, да? Как-то криво выходит. Time... Times... While they were at sea... Давайте просто... Нормально будет. While they were at sea, the travelers had faced danger many times. Так... Я поставлю точку с запятой, потому что... Я не знаю, что там еще, как встать, то есть с припинанием. Ну, пусть будет точка с запятой. И, то есть, мы просто продолжаем. То есть, точка с запятой немножко хитрый, хитрый знак пунктуации в английском языке. Им надо пользоваться... Ну, приходится пользоваться более-менее умело, как бы... Не то, чтобы я им умело пользуюсь, но... Очень полезный знак припинания. Знак припинания, так говорят. Знак припинания, ну да, да. Значит, they... То есть, можно... Как будто мы начинаем заново... Новое предложение. They... Та-да-да-та-та-да-да... Кровожадные туземцы. Нападение акул с гигантскими кальмарами и разрушительные штормы. То есть, давайте мы заново... Та-да-да-да... На кровожадные туземцы. Blood... Наверное, через defis. Thirsty. Туземцы. Потом... 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 Найдем, чем его заменить. Shark attacks... Ну, тоже... Ладно... Sharks... Кальмары что? Squid напишем или... Calamari. Давайте squid напишем. Squid. Giant squid. Giant squid. Giant squids. Oh-oh. Octopus и squid... Кстати, какая разница? Это кальмар и восьминог. Ну, осьминог это octopus. Потому что... Ну, так я и кальмар... Кальмара от осьминога тоже нет. Не отличу ни на русском, ни на английском. Просто что у меня... Giant squids... Если множественное число, то... Squids... Я вообще никогда... Или squid так и будет множественное число. Plural... Of... Squid. А группа of squid... Интересно. Группа of squid is called a shawl. Так же как рыба что ли. Once together, reef squid... Так... How do you... Say more than one squid? The plural form of squid is... Squids... Or squid. То есть и так и так. Ну, если и так и так, то... Ставим squid... И возможно... В общем, недостаточно информации. Тоже вы это можете сами... Я показываю вам, как я... Как у меня этот процесс проходит. Но у вас этот процесс будет свой. То есть вот... Можете искать дальше, продолжать как там это. Потому что, в принципе, по-хорошему, чтобы из этого текста получилось что-то более-менее нормальное, его нужно много раз будет обходить, перетасовывать. Если помните, в первом же абзаце я там наделал кучу ошибок. Что... Да, какой-то предмет was noticed. То есть там... Ну и я уже не помню точно. Это уже давненько мы это забросил. Забросил эту... Эту рубрику, этот формат. Потому что там я напорол... В общем, я думаю, что я все это потом удалю. Но сам формат, мне кажется, хороший. То есть будет какое-то... Будем краткое содержание чего-то переписывать на английском. И 5-6... 5-6 абзацев, и там будет как раз на 5-6 видео. То есть растянем. Я думаю, сам формат хороший. Просто я его немножечко запорол изначально. И вот продолжаю запарывать своими историями. Ну, как бы учимся. Sharks, giant, squid и разрушительные штормы. Devastating можно написать. Devastating разрушительный. Можно написать destructive. Можно написать... Давайте напишем здесь. Devastating. 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 Destructive. 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 Какой еще шторм может быть? Ну, давайте. Dangerous. Попопопом. Синоним. Ну, в общем, хватит. Я думаю, Devastating нам больше всего выберем. Devastating. Поэтому можно не париться по поводу синонимов. Синонимов. Значит, за все время траиля мы использовали точку запятую. То есть уже мы как бы не совсем то. They encountered. Да, видите, у нас там had faced. То есть в общем как бы все, что произошло за их этот... За время их путешествия. А здесь можно просто, я думаю, в простом времени, чтобы не... They had там то. They had все. Я думаю, можно просто сказать they. Ну, вот вместо faced, да, вот у нас уже есть faced. To encounter что-то, да. To ran. Ну, ran into больше как проблемы. То есть, ну, человека, в принципе, нормально. Можно run into somebody, bump into somebody. Но если вот run into something, то, скорее всего, это будет как в негативном смысле. Так, что? Encountered. To encountered. They encountered. Ну, я думаю, можно. Опять же. Я думаю, потом можно будет даже одно видео сделать, когда все будет готово, когда я восстановлю. То есть здесь что-то не хватает. Это было самое первое, да. Потом вот это было то, что прошлое видео. Между ними я там где-то на... Ну, терял... Кстати, ссылку я добавлю в это видео. В описании будет ссылка на вот этот документ. Вы его сможете почитать в прямом, да, в реальном времени, как он... Какой он будет на то время. Смотря когда вы смотрите, он будет либо полный, либо вот как минимум вот в таком виде, как сейчас. Туземцы. Давайте... Туземец. Как аборигин... Абориджинские люди. Абориджинские люди. Абориджинские. Ну, сэвэджин... Ну, ой, так не хочется вот это... Оскорблять никого. Ну, то есть я вообще не понимаю, что значит туземец. Что это значит? То есть туземец... Как иноземец. То есть аборигент значит местный, как бы, да, коренной житель чего-то. То есть, в принципе, ну... Это не такое уж и экзотическое слово, просто мы его не употребляем, например, по отношению к себе. А вот что такое туземец, я не понимаю. То есть, как чужестранец, который так и живет в чужой стране. То есть, к которому мы приехали, а не он к нам. Давайте посмотрим, какие у нас есть варианты для него. Туземец. Ой, боже мой. Реверсал. Нейрив, нейрив, нейрив. Нейтив спикерс, да? Напали. Нейрив... Нейрив... Так, реверсал нам, в принципе, не очень подходит вообще. Экземплум. Индигеен, аборигенал... Эбори... Это как произносится? Аборигене. Эборигене. Индигеен, правильно? Индигеен. Индигеен, прямо так. Хувз, нейрив, нейрив. Так, нейрив не хочется. Во-первых, ну, это как бы... Ну, это как бы... Нам нужно подчеркнуть агрессию А не просто natives Какие-то tribes может быть Потому что в этом контексте Племена Bloodthirsty Ну tribes можно То есть туземец и абориген Это в принципе полностью синонимы Я так понимаю Какая разница между туземец и абориген Никакой Ну или кроме того что абориген Что туземец именно чужеземец Потому что абориген можно и о себе сказать Я туземец наверное нельзя Может можно Тут еще политический контекст Как бы не зацепить кого-то Чьи-то чувства Так Туземец Translator Ну пусть будет А ну просто translate Может google translate Может google translate будет Ну все native То есть все те же повторяются Все та же тема повторяется Значит напишем давайте просто tribes Attacked by tribes Я думаю что нормально То есть туземцы убираем Tribes или tribal Bloodthirsty tribal mob Нет tribes Ну пусть будет Значит they То есть теперь мы рассказываем Да здесь у нас как бы За все время своего путешествия They had faced danger many times Да то есть им там пришлось Довелось А дальше мы рассказываем Что же именно им такое там довелось И вот поэтому мы уже Я думаю в прошлом В обычном прошлом времени Будем They were Там траля-ля Значит they were attacked Они были Ну атакованы Нападены То есть были Ну атакованы Кем Чем Творительный Поддерж By Bloodthirsty tribes Мне очень не нравится Такое выражение Bloodthirsty Оно как будто не Violent tribes By Native tribes The tribes Tribal gangs Может быть Ну тоже Ладно Давайте опять же Стилистически Я думаю Что стоит Потом в конце Просто сделаем Еще одно видео Коротенькое Как бы Как это называется Эдитинг Редактирование Редакт То есть Будем читать То есть Больше будет уже не по письму А по чтению Наверное То есть Как заключительное видео Поэтому сейчас давайте Будем ориентироваться На простоту Что это такое А Техникул Дификултис Джаинт Ску Энд Джаинт Сквейд Я Смотрите Употреблю Здесь Так называемую Оксфорд Кама Я предпочитаю Здесь писать То есть В принципе По грамматике Можно вот так писать А можно вот так писать И то И то допустимо Я предпочитаю Ставить эту запятую Она очень Не всегда Но часто Она То есть В данном случае Она нам особо не играет роли Но иногда Приложение будет так Лихо закручено Что она Может внести Какую-то ясность Поэтому пусть будет Хоба Значит Так Вопрос Глупый вопрос После Сами Колон С большой Буквы Да Это я конечно Сам себя Сейчас Подловил Вроде Как Да Но Опять же Не уверен Сами Колон Капитал Капитализация Хорошо Уже Капитал Был же Вот ответ Видите Как хорошо Что проверил They They Were Attacked Давайте While They Were At Sea The Travelers Had Faced Danger Many Times Кстати Faced The Danger Faced Danger По моему Нормально Не звучит Оно Мне Криво Но Но Проверить Все равно Нужно Всегда Нужно Что Я понимаю Что Мне Может быть И не стоило Бы Эти Сомнения Вам Показывать Для личного Авторитета Что Кто-то Смотрит Видео Да Чего Он Он Не Шарит Он Не То Не Умеет То Не Знает То Постоянно Сомневается Но Я Думаю Что Наоборот Это Важно Не То Чтобы Показать Какой Я Крутой А То Что Просто Как Этот Процесс Происходит Всегда Будут Какие Мучения Сомнения Спасибо Что Сейчас Есть Интернет То Раньше Этот Процесс Происходил Намного Более Болезненно Пока У вас Редактор Или Учитель Или Кто-то Не Поймает Особо Не Было Возможности Проверить Сейчас У нас Есть Под Рукой Такой Инструмент Который Тяжело Недооценить Переоценить Тяжело Переоценить В общем Интернет Face Danger Поэтому Пожалуйста Не Смотрите Что Я Постоянно В Google И Постоянно Сомневаюсь Что Я Сам Не Знаю Вас Учу Ну Во-первых Я Вас Не Учу А Помогаю Вам Просто Во-вторых Сам Не Знаю Да Ну А Что Тяжело В Модерном мире Мы Нас Время Экзистенция День Время 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 Her Explorer Danger 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 Explore Face icos Реверсу нам сейчас не нужен Ладно Потом тоже Сами можете вот в комментариях Ну, я нормально, мне кажется Face danger, нормально While they were at sea, the travelers Had faced danger many times They were attacked by bloodthirsty tribes Sharks and giant squid Если один Что у нас где-то Кальмаром Тогда A giant squid Один какой-то giant squid А Так как мы Не понял А где штормы Так Множество опасных Кровожадные туземцы Нападение акул с гангском гуна И разрушительный А Рано Рано Giant squid And Devastating Storms Вот теперь нормально Devastating Хорош Ну Подходит нам в этом контексте Во время из одного таких штурмов Вперед Из одного таких мозговых Мозговой штурм Да, честно Brainstorm То есть штурм и шторм В английском языке Это одно слово Во время одного из таких штурмов Наутилус был выброшен далеко от берега Во время одного из таких штурмов Ну штормов, естественно Наутилус был выброшен далеко от берега Так During Дuring Легко Дuring One One of Ну можно Those Тоже вот Those Как бы более разговор То есть Как бы стиль Нормально Нормально Но не Не то Не то Что В общем Не лучший вариант Но нормально Наутилус был выброшен Nautilus Nautilus Was То есть был выброшен То есть мы еще не понимаем Что там произошло Но was Можно Washed ashore Выброшен Далеко Стоять Был выброшен далеко от берега Так А куда выброшен Выброшен далеко от Куда выброшен В воду Так он уже в воде был Во время одного из таких штурмов Nautilus был выброшен далеко от берега Давайте скажем Выброшен на берег Да Ну По самой истории Потому что Как бы Может здесь ошибка в тексте Ну ясно Ошибка Ошибок Он не лишен То есть шторм Штурм Nautilus был выброшен далеко от берега Недалеко от берега Выброшен на берег Ну как бы да Давайте скажем Washed ashore И я его проверю Это как бы То ли chunk То ли collocation Но это вот так говорят Washed ashore Washed ashore Заодно и спеллинг проверим И все Washed ashore Ага видите Прямо как это Как обложка С моего видео Washed ashore Where is Washed ashore Exhibit Meaning О Есть уже Meaning Значение To bring something Onto the shore By waves A lot of debris Was washed ashore During the storm Ну вот как раз Здесь debris Мусор Обломки Да Мусор Смотря что имеется ввиду То есть если Если Корабля То Дебри Будет обломки Если просто какая-то Такая То Мусор То есть Остатки Короче Интересное слово Дебри Судя по его произношению Я так понимаю Это французское слово Surprise Surprise Много французских слов Английского Так О чем А ну это нормально Просто быстренько проверили У меня особых с ним Сомнений не было Not least One of those storms During one Смотрите Что у нас получается Хоба Хоба А и ничего больше То есть Получилось Простейшее Предложение Даже ничего Менять During One of those storms Nautilus Was washed ashore Здесь может быть Запятая По-моему Не обязательно Как всегда По правилам нашей школы Сомневаешься Не лепи Что попало То есть Лучше сделать ошибку Не поставить Там запятую Где нужно Чем поставить Зачем Мне кажется Что можно И так Можно и не так Опять же В комментарии Комментарии Можно использовать Очень хорошо Как образовательные Тоже То есть Вместо там Слов хвальбы Ну критику Естественно Я уже неоднократно Повторял Что критику Я очень приветствую Это очень ценно Очень ценный Ресурс Для улучшения Качества Поэтому критику Естественно Предлагайте Но если хотите Похвалить То лучше Лучше Напишите Какую-то идею Как бы То есть Комментарии Это мне все равно Нужны Ну вместо Просто сказать Классное видео Лучше вот Напишите Вот Нужна здесь Запятая Или нет Ну как бы Да Еще кто-то Прочитал Скажет О классно И видео Что-то узнал И комментарии Почитал Что-то узнал Ну и плюс Я что-то тоже Узнаю То есть Такое Ну и конечно Пишите комментарии В любом случае Потому что Они продвигают Помогают нам Продвигаться Вообще Нормально Даже Ну как бы Нормально Атакованные Штормами Тоже как-то And Were In the And Вот Encounter Да У нас не было Encounter Вот здесь Вот его Можно было бы Влепить Что They Encountered Devastating Storms А здесь Получается Что их Атаковали Эти штормы Ну ладно Пусть пока During one of those storms Nautilus was washed ashore Далеко от берега Тогда же Мореплаватели Наш Так, прекращай Я уже Вхожу В обычный режим Свой Сейчас испорчу Все видео Тогда же Then же Then Нашли место Крушения Мореплаватели Да Seafarers Seagoers Travelers Опять Ну просто Уже У нас Есть Travelers Adventures Ну давайте Напишем Ну Travelers Опять Кстати Две Л Или одна По-моему В британском Две Л В английском Одна Л Traveling Or Traveling Depends On Where Traveling In The Preferred Spelling In The U.S. С одной Л Traveling Is The Preferred Spelling In The UK Да То есть Получается С одной Л Американский С двумя Британский Ну я Пишу С одной Американский Мне Ближе Трэвелл Нашли место Крушения Мстителя Found Crash Site Crash Site Возможно Так как К самолетам Больше То есть То что Упало На земле Crash Site Of a ship Тоже Тоже Надо будет Погуглить Crash Сайт Of a Mstitel Avenger Будет Avenger Как Мститель Legendary Vessel Так Так Лежендарь Судно Французской Революции Можно Просто Ну давай The Legendary Vessel Или Ship Или Как То Of The French Revolution Кстати The French Revolution Тоже У меня Здесь Немножечко Сомнения Надо Проверить The Там Есть Или Не The The French Revolution Control F Ищем The The French Revolution The French Consulate The States The Abolition The Institutions The 17 Russian Revolution The The French Revolutionary Wars The French Directory The French Revolution The French Revolution Хорошо То есть Видите Ищите Google Wikipedia Control F Это Все Как бы Оно Как бы Очевидно Но Забывают Люди Это Делать Просто The Legendary Vessel Of The French Revolution Так Здесь У Нас По Моему Вообще Нормально Все То Мы Это Можем Сразу Мститель The Legendary Vessel Of The French Revolution Мститель Ну Как Avenger Давайте Мы Это Тоже Загуглим Только Не Мститель А Ну Кстати Вообще Что У Нас Есть Лист Оф Щеп 2000 Лиг 20 2000 20 Блин 20 2000 2000 Лия 20 Лия 20 Лия Лиг 20 2000 Лиг 20 000 000 Plot Где-то здесь в конце у нас должен быть может если будет давайте vessel Весел From the battle The travelers view coral formation sunken vessels from the battle of virgo bay atlantic ice Не написано какое именно Давайте скажем What ship What ship Мышечная память Did Did Nemo Find The remnants Или как это Remains Remains Может как больше людей Debris Wreckage Wreckage Of what ship Wreckage We wreck Wreck Вот так Wreckage Yeah Интересно Shark's Lair Finding Nemo Finding Nemo Это Про рыбку Про мультик Nodulus Блин Avenger Ну-ка Мститель Да Если он по-русски Мне кажется Avenger Ой Finding Nemo Не то Не то Не то Не то Captain Nemo Давай Что бы Это Спокойся Нажимаешь Все подряд Ножми Ножми Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А это у нас уже конец Давайте только чуть-чуть вот эту часть подправим It was then when While they were at sea the travelers had faced danger many times They were attacked by bloodthirsty tribes, sharks, giant squid and devastating storms During one of those storms Nautilus was washed ashore Was washed ashore It was when It was when По смыслу получается совсем другая штука It was then That the travelers It was then It was then When the travelers found It was then That the travelers It was then That That It was then That Oh English Tech Exchange It was then That Oh Ludwig Это хорошо It was then It was then That I met Brenda It was then It was then That the travels began It was then That he changed Track Then I discovered Отлично It was then It was then That the travelers 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 Тоже Как бы Then the adventurers The gang The group The Ну не the team Они Как бы Не особо Team Были It was then That the gang Ну короче Да It was then That the travelers Ну Потом Отредактируем Travelers Found The wreckage Of Avenger Или The Avenger Тоже Разберемся The legendary vessel Of the French Revolution По-моему нормально Давайте еще раз Я Ой Я его Прочитаю Полностью Без кривляний И без этого While they were at sea The travelers Had faced danger Many times They were attacked By bloodthirsty tribes Sharks Giant squid And devastating storms During one of those storms Nautilus Was washed ashore It was then That the travelers Found the wreckage Of Avenger The legendary vessel Of the French Revolution Точка Ну что Может быть и скучно было Но зато И я ничего не запорол Никаких глупостей Не наговорил Целое видео Вон 47 минут Так что Great success Я считаю Давайте его быстренько Закончим Пока я его все-таки Не успел Наговорить Aforementioned Глупостей Продолжаем Там у нас немного Осталось По-моему Еще два абзаца Или один То есть Это четвертый Ну и всего Там их пять Или шесть И уже Потом еще Наверное Или ненаверное Или как бы Сделаем заключительное Одно видео Где мы Отредактируем Все Большое спасибо За внимание Эти видео Занимают Немножко дольше Времени Ну как бы Письмо Как я уже говорил Как я считаю Письмо Это очень трудное Занятие Потому что Каждая буква Каждый там Артиклик Каждая запятая То есть Я уверен Что даже В этом тексте Сейчас Хотя мы на нем Потратили почти Час В нем все равно Есть либо ошибки Либо как минимум Стилистические Неровности Какие-то Вот например Что-то The travelers The travelers У нас здесь два раза Ну и так далее Большое вам спасибо За внимание Приятного вечера Мы с вами До скорых До скорых встреч